МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ПЕСНЯ 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 В 1991 году появился в Угличе новый творческий коллектив. Никто не мог предсказать, насколько гармонично он впишется в культурную жизнь города и станет его украшением на долгие годы. Ансамбль создали молодые певцы из Нижнего Новгорода. Их дивные голоса с первого дня очаровали угличан, которые в свободное время приходили в Спасопреображенский собор и вместе с туристами слушали духовные песнопения. Как назовешь корабль, так он и поплывет. Ансамбль назвали ковчегом. Просто пальцем в карту ткнули, оказался углич сюда и поехали. Здесь решили попробовать. На самом деле не совсем уж прям пальцем в карту. Мы отработали в Макарии, сначала в Макарийский монастырь, это там под Нижним Новгородом. Там как бы образовался какой-то коллектив, но тогда еще ни названия не было, ни как такового репертуара, ничего. А потом это все было как бы временно, разово, приезда, уезда. Монастырь стал действующим, то есть там уже как бы наша работа стала невозможной. Вот встал вопрос, а куда дальше, куда дальше ехать. Практически вот пальцем в карту, ну не во всю карту, а в города на Волге, которые соответствовали, скажем так, нашим каким-то от упора интересам. И вот первый попался углич. И он так в себе, как бы, вот, как перекресток всех дорог, это действительно аккумулировал, вот, все, скажем, наши интересы, что приехав уже, вот, не получилось от света уехать. Во-первых, вот это вот, это не влюбиться невозможно, да, сразу вот, эти виды. Как-то он сразу цеплял этот город, то есть, все, что мы видели, все нравилось. Почему ковчег? Ну и в ковчег, непотопляемый корабль, ну и мы вот уже 20 лет как на плаву. А буря-то были? Буря были мелкие, но прошли, кончились. Прошло 20 лет. За это время коллектив не только не распался и не утратил своей уникальности, а стал более совершенным в творчестве. Расширил репертуар от древнепевческого искусства до исполнения народных песен и романсов, обновился молодыми дарованиями. И, как прежде, в основе многоголосия ковчега, чистота звука и души, любовь к музыке и людям. ПЕСНЯ ПЕСНЯ Мы все музыканты с высшим образованием Межгородской консерватории. И я, например, была очень приятно удивлена, когда я услышала такое качество, такой чистейший звук. Ведь духовные песнопения, старинные песнопения, они очень сложные для исполнения. И хвала им и честь, что они делают свою работу на таком высочайшем уровне. ПЕСНЯ ПЕСНЯ С любовью к музыке, с любовью к угличам, с любовью к людям. 9 октября в Дворце культуры отмечалось 20-летие ковчега. Оно было устроено со свойственным коллективу достоинством. Уже в холле гостей встречали певцы, правда, не настоящие, а выполненные во весь рост фигуры, но с ними по-настоящему можно было выпить стаканчик Кока-Колы или шампанского и поздравить с юбилеем. Желающих поздравить в этот день было много – поклонников, друзей из Углича и других городов. ПЕСНЯ Хочу сказать вам, что вы – самое настоящее украшение Углича. Спасибо вам за это. Все мы преображаем в свой город, в котором живем, в котором мы любим. Но очень большую, громадную лепту внес в наш город ковчег за свои 20 с небольшим лет. Что такое музыка? Как она воздействует на человека? Какие струны она, так сказать, в нас там задействует? Как можно приводить человека в восторг, доводя от экстаза? Как можно вводить человека в депрессию? Все это музыка. Как она воздействует на наш генетический код? Ведь на самом деле, вот вы посмотрите, если уж вставая страна огромная, вы не понимаете, что я не говорю, мороз по коже, если уж кухня ваша, так уж мы действительно кухнем, да? А если там калинка-малинка, весь мир поет и готов куститься в пляж. Вот это музыка. И вы несете эту музыку нам в великолепном исполнении. Просто великолепном. Потому что я не знаю никого за все время, кто бы вышел из Пасовки Бреженского собора или из Попоевленского собора, роднодушным к вам. Нет. Все вас любят, восхищаются, хотя бы снова слышат, покупают ваши диски. Поэтому громадное спасибо за вашу любовь к Отечеству, за любовь к Умричу. Дай Бог вам больших успехов. Вдохновение, вдохновение, вдохновение. Молодцы. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 туристической сферы Кублича, хотя я знаю, что они еще сегодня вас поздравят, и, конечно, от себя лично. И я хочу сказать, что Ковчег – это настоящее явление в жизни нашего города в целом, и, конечно, в туристической отрасли. Если нам представить саму туристическую отрасль в виде такой большой картины, яркой, состоящей из пазлов, то ваш пазл самый яркий, один из самых ярких, один из самых номинирующих. И каждый раз, когда приходишь к вам с гостями, я каждый раз жду, ну, может быть, нехорошо сказать, окончания вашего выступления, потому что жду вот этого восторга от гостей. Каждый раз они уходят от вас с чувством восторга и недоумения, что в маленьком городе, в маленьком Угличе есть такой великолепный ансамбль. И одно из самых главных, что, мне кажется, вы смогли сделать, то, что меняется составное имя, и уровень остается. Угличане, поздравляя Ковчег, были единодушны в том, что этот коллектив не только обогатил душу города, его культуру, но сделал еще более привлекательным его имидж. Ковчеговцы тоже были единодушны в своей любви к нашему городу, который стал для них домом. «Удивительно то, что мы, я имею в виду ансамбль Ковчег, большей части своей джегородцы оказались здесь, здесь в Угличе, на этой земле. и это не случайно. Нижний Новгород объединяет в такая красивейшая, прекрасная русская река Волга. И когда мы сюда приехали, увидели вот эту гладь, то было такое ощущение, что мы как бы то себе дома, в нижнем Новгороде. Пши, Синева, Солнце. Это все наша родная Матушка Роса. И, наверное, не имеет значения, где жить, где трудиться. Главное, чтобы были вокруг дорогие люди, главное, чтобы звучал русский язык, главное, чтобы звучали наши песни. И я думаю, что нет большей радости и творческого счастья, чем быть в России, быть русским и петь для своих дорогих, любимых сагалов. АПЛОДИСМЕНТЫ ПЕСНЯ 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 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова